Питера Мутабази Добраться до ближайшей деревни с магазином было очень сложно. Дожди размыли дорогу. Но однажды ночью отец разбудил Питера и потребовал пойти купить ему сигареты. Мальчик с трудом добрался до магазина и прождал до утра, пока проснется продавец и откроет лавку. Дождь не прекращался. Чтобы сигареты не промокли, Питер спрятал их под одеждой. Но это не помогло. Мальчик продрог до нитки. Он понимал, что за мокрые сигареты его ждет ужасная расправа от отца. Тогда Питер принял самое страшное и самое важное решение в своей жизни – не возвращаться домой. Его ожидали годы мытарств и бед. Но Питер достиг своей цели. Он выбрался из нищеты. Мужчина обосновался в Оклахоме, где стал одним из самых уважаемых людей в своем городке. Он купил роскошный дом и поселился там со своими домашними питомцами. Но мужчине не давало покоя одно – в его доме целых четыре пустых спальни, в которых могли бы жить дети, лишенные родительской заботы и любви. Тогда Питер впервые задумался об усыновлении. Но пока на такой серьезный шаг он решиться не мог. Он отправился в агентство по усыновлению и стал временным родителем. Таким родителям разрешают брать домой детей, судьба которых еще не решена. Обычно еще решают, куда, в какой город или даже страну отдавать их на усыновление. Поскольку Питер не был женат, ему разрешили брать к себе только двоих детей. Как рассказывает мужчина, за три года у него жило 12 детей разных возрастов, рас и религий. Но однажды вечером произошла ситуация, которая изменила жизнь Питера. Разделила ее на до и после. Ему позвонила социальная работница из центра и спросила, вы не согласитесь взять к себе мальчика? На выходные. Ему всего 11 лет. Питер согласился. Мальчика по имени Энтони к нему привезли в 3 часа ночи из другого штата. «Можешь называть меня Питер?» – улыбнулся мужчина, знакомясь с ребенком. Но уже через 20 минут парнишка спросил Питера, можно ли называть его папой. Мутабази, конечно, согласился. В первое время ему было очень сложно привыкнуть к этому. Но позже он и сам начал называть его сыном. Как оказалось, в двухлетнем возрасте родители отдали его в приют. Позже Энтони усыновила религиозная семья, которая жила в каком-то заброшенном поселении, как первобытные люди. Энтони заставляли работать с трех лет, морили голодом, а отец, который был в своей общине главным, нередко распускал руки. Мать, тихо ненавидящая всех своих детей, даже биологических, не обращала на это никакого внимания. Мальчик сбежал от них. Некоторое время Энтони жил на улице. И вот теперь перспектива оказаться в каком-то приюте вновь настигла его. «Я туда очень не хочу», – сказал Энтони. «Мне уже 11, а значит, у меня почти не осталось шансов, что кто-то усыновит меня». Но Питер уже знал, что никому не отдаст мальчика. «Самые первые минуты, – признается он, – я понял, что Энтони мой сын. У нас с ним даже судьбы похожие. Думаю, в наших далеких от цивилизации поселениях жизнь текла примерно одинаково». Когда в суде объявили решение об усыновлении, фотограф запечатлел Энтони и Питера. «С тех пор он считает, что это его лучшая работа. У меня не было проблем с усыновлением», – признается Питер. «Я веду порядочный образ жизни, и здесь меня почти все знают». А Энтони уже слишком взрослый. Работники приюта понимали, что найти ему другую приемную семью будет довольно сложно. С тех пор отец и сын неразлучны. Питер признается, что готов сделать все, лишь бы его мальчику никогда не пришлось заново пережить ад своего детства. Несмотря на жуткие воспоминания, Энтони растет совершенно беспроблемным мальчиком. Он обожает читать книги и в будущем мечтает стать физиком, чтобы изобрести машину времени и телепорт. «Зачем тебе машина времени?» – как-то поинтересовался Питер. «Тогда я смогу многое исправить в этом мире», – серьезно ответил Энтони.